Когда Юрий Чернов поет под гитару, весело становится всем, даже маленьким пациентом онкологического диспансера. Пока по венам, капля за каплей, поступает жизненно необходимое лекарство, дети взахлеб слушают и разглядывают артистов, которые пришли их навестить. Георгий Дронов из сериала «Воронины», Иван Стебунов из «Курсантов», Марат Башаров, Антон и Виктория Макарские. Те, кого обычно видишь только по телевизору, здесь сидят на полу и рассказывают истории из жизни, читают стихи и запросто пожимают руку. Привет! А где улыбка? Привет, здорово! Вот сразу видишь, видно, веселый человек. Привет! Если ты не идешь на кинофестиваль, кинофестиваль сам придет к тебе и пусть нет багуловой дорожки. Песни, стихи и даже спектакль «Плих и плюх» семейной пары Дмитрия Павленко и Натальи Селиверстовой. Здесь своя импровизированная программа. Все, конечно, это не обсуждалось. Все встали и поехали. Даже просто ни у кого ни одного вопроса не возникло. Я также часто посещаю фонд Чулпан Хаматова «Подарите детям жизнь». Это обязательно надо делать. Все-все-все понимают, не надо даже ничего говорить. Поэтому ни у кого ни одного вопроса не было. Все встали пораньше, собрались и поехали. Ты можешь к этому готовиться всегда. Ты понимаешь, куда ты едешь, но всегда, когда ты перешагиваешь этот порог, уже дальше ты не можешь ничего себе поделать. Как бы ты ни готовился, это, конечно, мимо твоего сердца пройти не может. Поэтому дай Бог всем здоровья, чтобы у всех все было хорошо. Песня о девочке Маше, которую Антон Макарский посвятил своей дочери, особенно задела сердца маленьких зрителей. Своим трогательным и искренним исполнением, какой-то невероятно доброй энергетикой. Это было заметно и после окончания выступления, когда Антона окружили и дети, и мамы, чтобы сделать фотографию на память. Это святые поневоле. Те люди, те дети, которые будут в нас человеческие качества. Потому что со-чувствие, благодарность и еще несколько других качеств – это то, что отличает нас от человекообразных существ, превращая нас в людей. В наше время без чувствия становится нормой. Вот эти детки, вот эти детки делают нас людьми. Поэтому на них это волей, неволей, но возложено это обязанность возвращать нас в человеческое состояние. Поэтому не мы им праздник делаем. Хотя они радовались и улыбались, они для нас делают гораздо больше. Это очень важно, наверное, то, что я сейчас скажу. Я думаю, что вот эти детишки, они возвращают нас к Богу. Они возвращают нас к своему главному. Они возвращают нас к чистоте, к тому, что мы начинаем понимать приоритеты в нашей жизни. Они, как Антон правильно сказал, ангелы, которые, возможно, своей болью, болезнями, страданиями спасают вокруг себя людей, спасают своих родителей. Потому что я очень много времени проводила в онкологических отделениях. И могу точно сказать, что неверующих людей в онкологических отделениях нет. И надо сказать, что вы чувствуете. Я чувствую, что Бог здесь очень близко. Потому что о нем вспоминаю именно здесь. Здесь каждый ребенок – боец. Будь ему два года или 15 лет, капля за каплей, день за днем, они приближают день своей личной победы. И эта встреча лишь придала уверенности и сил для дальнейшей борьбы. Гулял Хасова, Сергей Бумагин, ЗАПТВ.